Всем привет! С вами снова Данила Миронов и долгожданная рубрика 313 эндуро лайфхак. Сегодня мы разберем, что нужно делать с мотоциклом перед зимним хранением. Поехали! Начинаются холода и мы вовремя задумались о том, что нужно в мотоцикл готовить консервации. Наш любимый партнер Айпон, спонсор сегодняшнего выпуска. Объясню почему. Почему нам удобно работать с Айпоном и тем более по линейке ухода за мотоциклом. Потому что если бы это был не Айпон, сейчас бы у меня стояло порядка 8-10 баночек разных брендов. И это неудобно. Большинство брендов автомобильных, мотоциклетных не настолько заточены под райдера и под удобство эксплуатации продукта. Правильное дозирование, удобно держится баночка в руке. Вот даже такие мелочи продуманы компанией Айпон. И мы сейчас рассмотрим на примере этих продуктов, для чего они. И я проговорю, чем они полезны. Кроме того, что внешний вид, ну и вы просто ухаживаете за своим мотоциклом. Это для вас фетиш. Эти вещи реально работают для сохранения вашего мотоцикла. И внешнего вида, и технических его свойств. Мотовош используется при каждой мойке, ну и естественно перед консервацией. Это бесконтактная мойка, ну то есть между поливанием водой вы пшикаете этим. Чем отличается от обычного автомобильного шампуня или какого-то дешевого бесконтактного шампуня за 100 рублей. Тем, что этот шампунь специально для мотоциклов. То есть он не повреждает хром, если он у вас есть, не разъедает там пластмассу, обивку сидений и всю остальную историю. Потому что бесконтактная мойка для автомобилей, ну и естественно может испортить вам, ну как минимум сидений. Пластитель цепи, ну всем понятный продукт. Попробуйте айпоновский, он реально классно работает. После того, как вы помыли цепь, вам обязательно надо смазать. Эта данная баночка дорожной смазки очень классно работает. Мне она реально очень нравится. То есть если бы мы даже не партнерствовали, я ей всегда пользовался и до этого. Два продукта. Вот этот для очистки внешности мотоцикла, всего как бы байка. А вот этот для уже нанесения финального лоска и для защиты. Там много силикона, вы можете облить весь мотик. Если вы это не будете протирать, как раз перед зимним хранением оптимально будет защищать. Очиститель карбюратора, ну все понимают для чего это. У нас нет на этих мотоциклах карбюраторов. Но тем не менее, какие-то сильно масляные подтеки, почистить, помыть что-то всегда им можно. Обезжиривает, моет очень хорошо. Отличная смазка. Многие ее скажут, да это простая ВД-шка. Нет, не так. Этот продукт специально разработан, во-первых, для мотоциклов. И он не повреждает тот же хром или еще какие-то важные вещи. Это 6 в 1. То есть мы можем работать как ВД-шкой, там ржавчинку растворить, винтик, чтобы лучше крутился. Но также можно обрабатывать контакты, что очень важно. Электропроводку, контакты, ну и смазывать трущиеся какие-то части вот этой смазочкой можно. Очень классно, что работает по контактам. Многие будут с вами не согласны, но ВД-шку неправильно применять на контактах. Ну, брейк-клинер нужен после моек, после езды по какой-то непонятной поверхности. У нас очень много маслянистых осадков на дорогах и тормоза. Особенно замена колодок, еще что-то. Протекла вилка. Вот очиститель тормозных дисков. Классная штука. Я считаю, что, наверное, самое важное для консервации, потому что все знают у всех вопрос. Нужно ли заправить полный бак перед зимой? Не нужно ли? Нужно ли поменять летом, когда садишься на мотик, слить бензин, залить ногой? Вот это средство для замедления окисления топлива. То есть здесь мерная вот штучка, заливаем в бак и у вас топливо окисляется меньше, соответственно, все длительное стояние, у вас с топливом ничего не будет происходить. Ну и два у нас есть тюбика для мотоциклиста. Ну не для самого него, а для экипировки. Одна баночка для шлема, вторая для кожи. Ну наносится тут простая, понятная совершенно инструкция. Пшикается, чистой тряпочкой растирается, очищается, защищается. Ну как правило я начинаю с отчистки цепи, у меня нет специальной ванночки, специальных щеточек. Я использую зубную щетку, за лето у вас должно было накопиться несколько, если вы только зимой чистите цепь. Ну и работаю просто в подвешенном пространстве, чтобы не обливать колесо, мотоцикл и раму. Просто так не нажмется. Очень эффективный очиститель. Вы размачиваете все чуть-чуть, какое-то время ждете, работает очень эффективно. Возможно нам и не придется даже щеткой работать, зубной, так сказать. А посмотрите, у Элиза цепечка ржавая, да? О чем это говорит? Это говорит о том, что кто-то не смазывает цепь. Ездит много по дождям. Мы прошли один круг, вы видите, что уже началось все смываться. Я обычно этой же смазкой смываю все, что рядом забрызгано. Колесо, честно говоря, лучше не мыть этой смазкой, этой очистителем. Для колес есть специальный очиститель. Но так как Илья редко обслуживает мотоцикл, у него забрызгано все колесо цепной смазкой, то это, конечно, проблема отмыть любым другим очистителем. Поэтому, конечно, приходится пользоваться этим. Посмотрим на цепь. Вот она уже под моку. Мы видим, что он офигенно очищается за один раз. Цепь вымыта, все чистенькое по цепи. Соответственно, сейчас ждем, пока полностью высохнет очиститель. Выметрится везде. И смажем ее. Вот что я говорил про автомобильную бесконтактную мойку. Неправильно сконцентрированный. Вот видите, анодирование поменяло цвет. Должно быть черное, а уже какое-то синеватое. Поэтому, ну, пользуйтесь правильными средствами для мытья мотоцикла. Ну, опять же, у нас есть полиш. Клинер-полиш, который я говорил. Он чистит и полирует. Ну, то есть будет красивенько. Сразу можно работать ими. Состав безопасный для мотоцикла. Для пластика, резины, там, всего остального. Ну, ждем чуть-чуть и вытираем. Внешний вид просто бомба будет. У вас пушка просто стоять. Судим, давайте параллельно еще как раз зимнее хранение. Хранить ли под чехлом его зимой? Капать ли в цилиндр масло? В общем, расскажу так. Если у вас сухой гараж, сухой теплоотапливаемый гараж, то чехол было бы неплохо, чтобы снаружи не оседала пыль. Также, если теплый гараж, не надо капать в цилиндр масло. И вообще много чего не нужно делать. Но если у вас сырой гараж, обязательно капните масло чуть-чуть в цилиндр капельку. И не накрывайте чехлом. Потому что если еще и плохая вентиляция, то у вас конденсат будет под чехлом, мотоцикл не будет просыхать. Ну, то есть начнутся проблемы реальные. А если все-таки у вас сырой гараж, не накрываем чехлом, берем вот это средство, обильно поливаем весь мотоцикл, провода, контакты, корпус, резину, все-все-все-все-все, и не вытираем. То есть эта история будет защитным слоем на ИЛКП, резине и на всем, что вы полили. В общем, все видели эту хаску, да? На ней катался какой-то немец Кверли, еще и без меня. Его пытался убить безумный Майк. Или какой-нибудь там Майк. Вот, сейчас после обработки вот этими всеми средствами, мне кажется, он будет лучше, чем новый. Ну, по крайней мере, Илья так, чисто, никогда его точно не мыл. Я думаю, на видео даже заметно, мотоцикл стал относительно лучше выглядеть, чище, блестяще и так далее. Теперь мы обрабатываем вот такой штукой, пластик Shine. Можно облить не только пластик, весь мотоцикл. Тут большое количество силикона, я об этом уже говорил, будет как защитное средство. Мы сейчас обливаем вообще все, потому что Майк стоит на консервацию. Включая резину, да, чтобы она не сохла. Субтитры сделал DimaTorzok Я говорил про смазку цепи, но смазывать на зиму мы будем вот этой мульти-смазкой, потому что смазка цепи за зиму пересохнет и придется перемывать, пересмазывать. Или вам периодически надо будет смазывать оффроудной смазкой. Мы сейчас вот этой смазкой смазываем весь двигатель, все контакты, к которым мы можем долезть. Я смазываю еще суппорта снаружи, подножки, всякие переключалки, все, что трется, смазываем этой смазкой. Ну и цепи я езжу смажу. Мы их хранить будем в сухих, отличных условиях, поэтому мы очищаем тормозные диски. Но если вы храните в сыром гараже, то тоже поливайте это мультисмазкой или любым другим консервантом, там, силиконом, чтобы у вас не ржаве это. Чтобы случайно не нажалось. Тем более, если вы возите в автобусе, очень удобно. Воткнули, у вас не нажмется. В кофре не нажмется, если вы с собой возите. Ну и самая классная штучка, это то, что позволяет топливу не окисляться быстро. Вот мерная полосочка, ой, где-то 5 литров. Отмерили, открыли бак, залили туда. И все, топливо не стареет. У вас всегда будет молодое топливо. Но помните, наверное, если у вас все-таки металлические баки, какие-то старые мотики, типа моего, дорожного, то заливайте полный бак. Потому что если там будет много воздуха, то это место будет ржаветь внутри бака. Или пластиковый бак, вообще можно без топлива его оставлять, но нежелательно. Потому что будет высыхать механизмы топливного насоса, там, ну и так далее. Внутри бака будет высыхать пластик. Поэтому топливо, полное, неполное, неважно. И вот это волшебное средство. До лета-то они не нужны, как-то. Соответственно, по шлемам. Шикаем. Во, видите, совсем новое. Очищает, защищает, полирует шлем. У меня старая шойка, замученная безумно. И, может, она станет молодой. Я ни разу такой штукой не пользовался. Вот все, что мы использовали сегодня, потратили не более получаса для того, чтобы подготовить мотоцикл к зимней стоянке. Про вот то, что не использовали, про это я вам проговорил. При мойке мотоцикла обязательно используйте. Смазка цепи рассказал, почему я. Я лично не использую перед зимней стоянкой. Карбюратора, к сожалению, на этом мотоцикле нет. Очиститель карбюратора. Если вам надо почистить, помыть. И вот еще вещь, которую я не проговорил. Это средство для ухода за кожей. Ухода и консервации, сохранения кожи, чтобы она была всегда мягкая, красивая, блестящая. Лично про себя, как бы, я никогда не ездил в коже. Я всегда ездил в текстиле. Я старый индурист, как бы, у меня Африка старая. Но, если нас слышит бренд-менеджер Харли Дэвидсон, мы с Ильей бы с удовольствием стали амбассадорами Харли и куда-нибудь на них бы заэндурили. Все в коже, с висюльками кожаными. Ну и помните, если вы знаете, как это работает, вам проще этим управлять. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok